здравия соратники и сегодня мы еще раз поговорим про мастерство средневековых и 18 века крепостных которые медными зубилами в лаптях буквально бородатые неграмотные делали вот такое причем на стыках не видно никаких швов это монолит причем по всему питеру и так я предлагаю посмотреть на эти вещи повнимательнее и при этом я предлагаю живые съемки живыми я называю съемки без панорамных каких-то общих видов а именно детали детали которые которые вам никто не покажет без какого-то нудежа без общих фраз без официального бреда бредятины которые нам распространяет официальная история про кулькуль ультурный слой и про мастерство крепостных дело в том что вот такие размеры нигде невозможно сделать даже от в нынешнем веке в нынешней ситуации с нынешней технологии закопанные первые этажи и 5 6 метровые пролеты огромные блоки и непонятна технология по которой вот эти монолитные стойки изогнуты повторяя официальная история это все 18 век это дом книги зингера в питере начнем с этого а позже перейдем к вишенке на торте это так называемый спас на крови спас на крови это копия другого собора которые находятся в москве но как бы делали разные люди в разное время но это копия я говорю о василье блаженном ну и сам питер тоже замечателен даже тем что вот обычный магазин на углу возле собора так называемой казанской божией матери который построен исключительно для помолиться и исключительно потому что нельзя было изображать народа в ватниках каких-то бородатых людей русских мужиков изображали так называемых греческих богов и непонятных ангелочков вот дом книги зингера я немножко убрал свой личный голос как бы который которым я комментировал потому что очень большой уровень шумов я подумал что проще мне почти то же самое рассказать таким вот закадровым голосом записывать высота потолков интересненькая никакого тамбура теплового тепловой тамбур был сделан позже высота не для обычного человека это явно минимум 6 метров весело забавно но вернемся к в к входу тоже очень редкий способ как-то украсить который мы сейчас не используем вот эти вот витиеватый это даже не литью это неизвестно кто как сделал а вот тут как всегда мы видим на стыках никаких шоу более того вот эти вот блоки можно посчитать примерно это примерно один метр у меня шаг 4 метра 4 метра и такого везде вот кстати можно было увидеть уровень шума оригинальный кстати подход питерцы замечательный во всем они отличаются от москвичей своим подходом к жизни даже у таки работает ой ладно каждый вы все первый раз да и каждый у нас у них 2 да 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 и всегда в первый раз ну ладно немножко отвлекаясь если пропустить мой юмор можно вернуться к серьезным вещам и серьезные вещи это вот даже вот эти вот как бы держатели ламп понятно что проводов никаких не было и явно они не сконструированы для какого-либо газа и да и газа не было на лампы были никаких средств от того что там какой-то жир не знаю барсучий либо китовый был тоже нет то есть было какое-то освещение какое я уже разбирал других роликов ну естественно работа на таких высотах тоже не могли быть без современных кранов без его аналога лесами какими-то досками как вот эти вот изгибы вытащить тоже непонятно совершенно как это было сделано вот совершенно невообразимые переходы от чего-то круглого от колонны к квадратному основанию и совершенно замечательный непонятный не до конца стертый герб какие-то треугольники подозревая глобусы тогда так рисовали потом какие-то стрелки и непонятные животные наверху в общем не все еще стерто не все еще уничтожено и многое можно поизучать и позадавать все вопросы помимо того как это сделано еще что это означает на канале цельнозор много информации о том как что-то могло делаться и что это означает вот примеру почему такой формы балясины стоят на входе в спаса на крови так называемого почему так такие кресты тоже вопрос и почему именно такие которыми минимум 200 лет вот этим вот узорчиком и этому кирпичу удивительное сочетание кирпича красного кирпича желтого и литья это не камнерезное искусство не резали это слишком чистый камень слишком его много слишком он разный и слишком не христианские символы здесь хотя конечно официальную историю утверждает что это все сделано исключительно для помолиться ну вот мы входим внутрь так называемого спаса над называемой крайне и тут без комментариев качество камнерезных работ и искусством из мастеровых крепостных зашкаливают нету швов нету швов монолит монолит примерно 5 сантиметров видно что толщину плит не знаю как то шпон назвать или что каменный которым наклеили как-то при приклеили приделами явно что сама вода нет из кирпича а вот отделка каменный высок она более дорогая вот этот вот камень но это выше всяких похвал он это он выглядит абсолютно как натуральный с прожилками со всеми делами то есть не видно ну вот как вот это все делали непонятно к сверлильные шлифовальные станки качество отделки пола где явно видно что это разные плиты но они соединены так что не видно никаких швов а здесь вот как мы в углу делаем мы обычно две доски соединяем распиливая под углом 45 градусов получается угол 90 и складываем и угол всегда именно вот на стыке шо всегда на углу шов имеется ввиду между двумя досками здесь такого нет вот величина величие этой конструкции которые построили исключительно для помолиться просто зашкаливает на полу ничего христианской я не от слова совсем если выше узорчик какие-то налепили якобы христианские ну просто нарисовали потому что вот внизу ничего нет солнышко какие-то стоячие волны на мой взгляд устройство вселенной и так далее и звезды но ничего христианского нет ни одного шоу крести кару как ох нет вообще но но углей шов нет вообще есть тут нету как ну цензурных слов и у меня просто не осталось потому что сделать две плиты под углом 90 градусов но это сравнимо с не знаю современными пластиковыми заливкой как пластиковые углы такие есть пластиковые наличники углом идут вот здесь то же самое та же самая технология но как мы сейчас обращаемся с пластиком ничего нового так кто-то когда-то обращался с камнем различного вида качества и крепости потому что без алмазных дисков обработать этот камень невозможно где алмазные диски где такие вращения вот это я как пластилином залепили вот это вам никто не покажет видимо что-то там не так было какая-то заусеница и не знаю шероховатость и залепили просто вот заплаточкой нормально просто скамеечка но она блин каменная по моему деревянные лавки проще было поставить но сделали каменную причем зачем-то с дыр дачками внутри вот опять же непонятный зеленый камень это не малахит не изумрута с переходом в черном и мы видим что углов на углу никаких швов соединений нет а выше плита каменная около пяти сантиметров ну ладно 5 я покажу двухмиллиметровую накладку на более тонких работах и опять же вот типа противовеса шишечка такая и там что-то было имеется ввиду красная ртуть наверху то же самое ну не от дождя вот эти вот купола не от дождя один главный несколько подстроечный который дальше распространяется ночевому но это всего лишь мои фантазии нарисовали непонятных мужиков да но нигде этого нет на камне нигде камнем ничего не выложено ничего христианского нет повторюсь ни одного якобы за две тысячи лет делались различные статуи но ни одной статуи христа так называемого на кресте распятого нету это главный символ христианства все это здание в его честь скажем так построена но изображают цветочки чуть позже покажу изображают все что угодно но не христа ну вот как это сделано как это отрезали как это приклеили так что за минимум за 200 лет не отклеилось я не представляю от чтобы отшлифовать нужно тоже иметь специальный абразивный инструмент вот этот камешек зелененький там есть вообще как малахит там есть как изумруд в общем зеленые что-то как так змеевик даже не различные виды камня не передаваем вот это что за материал я не знаю но это цельный под называемый престол это тоже монолит южный киото там в центре было какое-то пространство туда влепили иконы иконы не родные они нарисованы а вот это родное настоящее неповторимое ни одного шва это был монолит вот соединили две половинки вот тут на соединениях никаких швов никаких как это слепили как вот эти изгибы сделаны вот швов нету от слова совсем специальные детали на швы вот этих живых съемок вам никто не покажет кунгуров показывал когда-то но у них такой детализации на специально зумом большим делаю акцент на соединение больше никто об этом не говорит много каналов балаболок много чего просмотрел нигде никто почему-то не показывает именно серьезные вещи железные доказательства того что мы не то что были раньше что у нас другая цивилизация абсолютно на промыли мозги нам дали ложную историю общую мировую история где ложная мировая история там и ложную историю кто-то может отделить историю религии от мировой я например не могу ибо это единое целое а если мы ничего не знаем про реальную историю то как мы можем узнать что-то про историю искусств историю науки и историю религий соответственно где гарантия того что эти здания все для помолиться неважно здание с полумесяцем хотя полумесяцев никогда тоже не было на фото в 19 века наоборот на так называемых мечетях совершенно другие символы наверху и так называемых как это у людей в синагогах то же самое другие символы а шестиконечные звезды они как правило почему-то в европе располагались на фоне на некоторые фотографии 19 века видны там где они должны располагаться в израиле почему-то именно вот рожки там и там даже не полумесяц там как бы рожки резонаторы другого клана были на разных местах очень странно очень много вопросов у меня к истории религией и так вот на камнях мы не видим ничего что напоминала бы и указывала бы на религию вот я на месте у сверх христа но того религиозного человечка тут бы кресты нарисовал и вместо вот там ягодок цветочков и прочего тоже какой-нибудь лик богородицы и так далее ну у меня просто нет слов от наглости официал официалов молотки и зубила молотки просто медную на уровне технологий того времени невозможно это сделать просто невозможно а если это было возможно возможно почему мы видим ничего из такого в обиходе если это было масса рядом я вижу что это было масло по всему питеру гуляю показывал везде в основании везде улицов и зданий так такое качество вот просто закладочку положили а тут прилепили плиту как-то сложили так опять же никаких углов соединение не видны соединение не на углах соединения именно в на стене таким образом вот угловое соединение наличник так называемый сам угол он сложен падет под углом 90 градусов и как бы но у меня нет нет бесшовное соединение какой мы как уголком накладываю тут то же самое но с очень твердым камнем такие соединения есть везде особенно вот на этих вот скамеечках каким образом там вы сверли влете цветочки внизу как вот здесь вот все эти накладки были наверху то мозаикой потом выучили это много ума не надо чтобы сказать что это здание было построено исключительно для помолиться как и второй купол высокий из золота и ртуть его никто не видит но он есть там три купола ну наверное чтобы от дождика надежнее укрыть молящихся из золота акустика слушаем акустику интересный поток здесь насыщенное место прийти постойте не по не пожалеете ну я уже делал много роликов по поводу того что такое геокристаллическая решетка золотое сечение места силы земли и так далее так вот так называемой церкви стоят на определенных местах и гуляют определенные энергии до сих пор кстати плюс времени нет можно почувствовать ту энергетику которая была в таких церкви от таких местах до вторжения и это никак не связано с человечком распятым на христе либо с тем человечком которого нельзя изображать и так далее и тому подобное это просто те энергии которые были там до потопа стоячей волны времени нет можно почувствовать и сейчас поэтому можно приехать окунуться в то время когда все это работало а теперь самое интересное мы видим все что угодно кроме мы видим цветочки которые очень сильно напоминают антенны спутниковые под называемые мы видим опять же уникальные соединения мы видим определенные фрактальные формы непонятного назначения купола но для меня понятно что все это функционально когда-то все это работало в день комплексе случайно его здесь нет ничего шишечек и так далее вот но мы не видим ничего так называемого христианского мы не видим того самого персонажа на кресте умирающие либо умерщим мы видим все что угодно так сделали вот это вот монолитная градка монолитная вот это вот все как сделано какая фигура вращения сейчас это можно сделать специалисты по камнелезной обработке говорят что нет невозможно это сделать сейчас сегодня даже по запредельной цене потому что нет технологии кто-то говорит что можно взять мячик и миллион человек ему миллионам человек запустить его на луну нельзя без технологии мячик запустить на луну он вывести в космос нельзя построить пирамиду без технологии даже пятью миллиардами человек количество тут не переходит качество нужно технологии чтобы отрезать камень не нужно 30 человек 50 человек 100 миллионов человек ну нужен диск с алмазным напылением более твердым твердой поверхностью нужно отпиливать более мягкую если причем камень вот это должен быть более мягким соответственно нужны алмазные инструменты абразив должен быть алмазным где брали столько алмазного инструмента и почему мы блины о нем до сих пор не знаем но тут какие-то тарелочки излучатели это же не для красоты это некие волны шли от этого тут была брактальная антенна дальше в красная ртуть в этом яблоке и них и излучение шли еще в разницу и опять чем вот так это отрезали так вот более мягким инструментом на более твердую поверхность но невозможно то есть грубо говоря пальцем не отпилить гранит даже линейкой даже железной пилой не отпилить грани сапромат азы сапромата никто не говорит как это сделано абсолютно никто и вот мы и почти пошли почти обошли весь так называемый спас на крови везде одно и то же даже на выходе невероятное качество причем из камня ничего не забудут вот как поворот делали изгиб из монолита и и и и и и и и и так вот я обошел по периметру весь называемый храм спас на крови нигде нигде нет ни одной царапинки абсолютно это не факт а больше нигде швов нет вот здесь на углах швов нет такое ощущение что вылили вот именно соединение вот такие на углах и вложили швы есть в самой стене но нету здесь нигде поэтому воины пишем комментарии кто что думает не знаю где будет выложен это видео но пишем думаем и до новых встреч наверное потому что мы уже завершаем нашу экскурсию в искусство камнерезные различных бородатых мужиков лаптях это монолит 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 единое целое и совершенно непонятно как круглые или полукруглые вещи фасонные индивидуальные переходят в квадратные прямоугольные прямоугольные молотки и зубила только молотки и зубила шлифовали не знаю чем уже сами ну а помимо юмора действительно много вопросов как делали по технологии почему нет в камне ни одного христианского изображения хотя вот казалось бы сделай там лик христа либо на крестики его изобрать за первым делом но нет нигде по миру ничего подобного ну и много еще других вопросов и идей которые мы обсудим наверное в других видео на сегодня добра и всего хорошего соратники